Что будет в новом эпизоде Артуаунд? Когда сбудется брак Ферет и Айше? Что пытается сделать Ханде? Сможет ли Ферет узнать, кто такой Цезур на самом деле? Расскажет ли Айше об Ахе Ферету? Что будет между Синаном и Лиманом? Все и многое другое теперь в этом видео. Прежде чем перейти к нашему видео, если вы хотите, чтобы Ферет и Айше не стало хуже, не забудьте поделиться нашим видео. Ферет становится нетерпеливой и хочет как можно скорее заключит настоящий брак с Айше. Айше также согласна с ним, но будет осторожнее, потому что боится, что их счастье ухудшится. Ханде, который звонит им в самый счастливый момент и говорит, что я расскажу им некоторые факты о Сизуре, снова почувствует себя неуютно. Несмотря на давление, которое оказывают на него отец и мать, он захочет отделить Ферет от Айше. Несмотря на то, что он не может заставить Баха говорить, он попытается разорвать свои отношения с Айше, раскрывая правду. Ферет узнает, что Ханде действительно что-то знает. И он собирается наверстать упущенное, чтобы узнать все, что он знает. Прежде чем Айше вступит в настоящий брак с Ферет, Ханде может рассказать Ферет все, пока она пытается раскрыть эти факты. Ферет сначала злится и просит Айше объяснить, почему он их скрывал. Но затем он узнает, что Ханде сотрудничает с Бахой и снова будет заботиться об Айше. Потому что в этом вопросе Баха будет готов отступить, чтобы защитить Айше и сделать ее счастливой. Он знает, что мать Синон Лимана поехала в деревню, потому что он был болен. Но правда об этом раскроется, даже если Лиман попытается это скрыть. Когда Синон узнает правду, он попытается убедить Лимана в том, что между ним и Эбру ничего нет. Потому что несчастье ее дочери Мюги опустошит ее. Он сделает все эти шаги, чтобы порадовать свою дочь, а не разрушить свой дом. Если Лиман осознает, Айше не хочет заходить внутрь, Ферит приносит свои свитера и одевает ее, чтобы она не простыла. А теперь давайте вместе посмотрим, что произошло в последнем эпизоде. Когда Айше внезапно уходит от Ферита, Ферит думает, что она убегает от него. Когда Ферит заметил, что Айше дрожит, он предложил пройти внутрь. Однако, когда Айше не хочет заходить внутрь, Ферит приносит свои свитера и одевает ее, чтобы она не простыла. Позже он говорит, что Айше нравится ее застенчивость, и снова ее обнимает. Ханде, которая наблюдает за Ферит и Айше со стороны, пока они находятся внутри, подходит и поливает дом бензином, но затем сдается. Ферит готовит для Айше травяной чай, и они болтают вместе. Он рассказывает о былых временах, а затем предлагает Айше переночевать в шале. Когда Айше меняет слово, Ферит думает, что он хочет убежать от нее. После их сладкой беседы Айше хочет вернуться в особняк. Баха идет по улицам опустошенный и разочарован тем, что сказал ему Айше. Ханде идет в бар, начинает пить и не проходят мимо друзей, которые зовут ее туда, и мужчину, который к ней приходит. Ханде, потерявшийся после такого количества выпивки, попадает в середину и начинает играть как сумасшедшая. Тем временем она думает, что мужчина, которого она встречает, это Ферит, и вспоминает старый танец, который у них был с Ферит. Когда Зюмрут Ханым не смогла связаться со своей дочерью Ханде, они серьезно поспорили с Хусейн Беем. Он говорит, что причина, по которой Ханде такая, это Хусейн Бей. Позже, когда он снова звонит Ханде, другой мужчина берет трубку. Ферит и Айше приходят в особняк, все сидят за столом и пьют чай, а Ферит говорит, что устал, и идет в свою комнату. Лиман больше не молчит и, как Ферит, устраивает сцену из-за того, что не заботится о своей жене и семье. Когда Мюге услышала этот аргумент, Анна возмутилась и сказала, что устала от конфликтов. Айше очень взволнованно и не знает, как лечить Ферит. Ферит понимает это и начинает беспокоиться, но пытается успокоить Айше. Сотрудница бара отвечает на телефонные звонки Ханде, и Зюм Руд Ханным приходит в бар, чтобы забрать ее, как только она слышит, что Ханде устраивает сцену. Айше и Ферит, которые собираются лечь спать, но не могут заснуть, спускаются на кухню, чтобы что-нибудь поесть. Айше заставляет Ферит съесть десерт, который она приготовила руками, и Ферит дает ему попробовать приготовленную ею еду. Тем временем Синан наблюдает за ними издалека. В то время, когда Лиман подошел к нему, он сказал, как они счастливы, и сказал, что не могут этого сделать, и ушел. Дама Зюм Руд приносит Ханде домой, и Ханде рассказывает, как Ферит влюбилась в Айше и плачет. Когда Ханде говорит, что они поцеловались и что она была очень расстроена из-за этого, Зюм Руд Ханам говорит, что Ферит чувствовала то же самое, когда выцеловали Симаном. Ханде очень злится, когда слышит от матери. Приближается утро, а Айше и Ферит все еще не могут спать и болтать. И в Саныбеде продолжают ухаживать за Зетином дома и не собираются оставлять их. Синан приходит к Фериту утром и приносит извинения за сказанное Лиманом. Когда Айше говорит, что вы фальшивая жена, Ферит говорит, что больше нет лжи, я хочу жить правдой во всем. Тем временем звонит телефон Ферита, и Баха вызывает Ферита, чтобы поговорить о чем-то важном. В беде приходит к Айше, и Айше рассказывает ей о своем опыте с Ферит. Затем она украшает Айше и помогает ей подготовиться. Когда Эйман говорит, что собирается жениться на Бетюле, Аднан пытается понять, не причинил ли Ферит вред его лошади. Аднан Бей и Ейман сталкиваются лицом к лицу, и Аднан спрашивает Ферит, почему он не это сделал. Позже он думает, что у него есть еще один враг, разговаривая с Бахтияром и говоря, что он не может сказать Ейману, что это не Ейман причинил ему боль. После разговора с Ейманом Аднан Бей звонит даме Азаде и просит ее приготовиться к тому, чтобы попросить девушку. Звонит друг Лимана и сообщает ему, что Синан собирается встретиться с Эбру. Синан встречается с Эбру и говорит, что Эбру Лиман прав в своей ревности. Она хочет узнать, подвергалась ли Эбру насилию со стороны ее бывшего мужа, и просит ее сообщить мне, если это ее беспокоит. Баха прощается с Айше, оставив голосовое сообщение. Ханде угрожает Бахе забрать Айше отсюда. Когда Баха говорит, что сдался и уходит из Ханде, Ханда хочет пойти за ним и остановить его. Однако в это время приходит Бетюль и Ханда говорит Бетюль, что она видела Айше и Ферет. Ферет удивляет Айше и открывает для нее кафе, которое он хочет. Поначалу Айше не хочет принимать этот подарок, но Ферет ее убеждает. Они вместе заходят внутрь, и Айше с восхищением смотрят повсюду. Баха платит торговцам за то, чтобы они нелегально перебрались в Египет. Аднамби и Азади приехали в Яман просить девушку. Даме Азади не нравятся цветы, купленные Яманом, и она говорит, что цветы, которые она купила сама, подходят больше. Первое угощение в кафе Айше преподносит Ферету. Ферет, с другой стороны, неоднократно заявляет, что хочет открыться для Айше и серьезно повернуть этот бизнес. Бетюль просит их кофе, а Аднан просит Бетюля у Хусейнбея, и надевают кольца. Азади и Цумрут собираются вместе и говорят, что в соответствии с тем, что Цумрут позаботился о Ханде, Цумрут опасается, что Ханде захватит Ферет силой, так же как вы захватили Аднана силой. Ивсен предлагает Бетю усыновить Зетина. Ферет ведет Айше в лес и говорит Айше, что он хочет, чтобы она была его настоящей женой, и что он влюблен. Они взаимно признаются друг другу в любви. Чтобы не дать Ханде Баха сбежать, она преследует мужчину. Он строит новые планы для Ферет, чтобы узнать правду. В особняки идут приготовления к Яману и Бетюлю. Любовные взгляды Ферет и Айше друг на друга не остались незамеченными ни Азади Ханем, ни Яманом. Семья Ивсена и Бетя Зетин собралась в полицейский участок, чтобы их нашли. Пока все в особняке были по приглашению Ямана, Лейман заперся в своей комнате. Когда женщина Азади это понимает, она подходит к нему и спрашивает, что случилось.Когда Лейман говорит, что хочет развода, она рвет бумагу в руке и отправляет ее матери. Бетя очень расстраивается, когда Бетюлю и Ихсен вынуждены покинуть Зетин в доме любви. Когда Ханде Баха собирался сбежать, она похитила его с мужчинами. Аднан Бей произносит речь и хочет танцевать Халай со своими сыновьями, которые видят в Ямане своего сына. После халайского танца Ферет берет Айше танцевать, и Ханде злится, когда видит их такими. План Ханде разрушен ее отцом Хусейном, и Ханде сильно разочарована. Хусейн Бей очень сердится и в спешке забирает Зумрюта и Ханде домой. Ферет похищает Айше и отводит ее к водопадам Харбея. Хусейн Бей и Зумрут Ханым очень расстроены и запирают Ханде в своей комнате. Пока они болтали и проводили время с Айше у водопада в Харбе, Ханде звонит Ферет и говорит ей, что человек, который ввел ей инъекцию, был цезурой, что она пыталась убить Ферета. Он говорит, что расскажет, кто он, поэтому хочет поговорить. Мы подошли к концу нашего видео. Вы также можете поделиться нашим видео со своими друзьями, чтобы они могли следить за тем, что произошло в Иартуаунд. Увидимся в следующем видео. Береги себя. До свидания. До свидания.